Своё продолжение получила история с разрытием на проспекте Корытково в Твери. Напомним о проблеме, с которой столкнулись жители сразу нескольких домов в пролетарском районе города, Тверской проспект рассказал неделю назад. Спустя непродолжительное время коммунальные службы прокомментировали ситуацию. Впрочем, жильцам пятиэтажек вряд ли станет от этого легче. Никита Васильев продолжит. Вот такую картину съёмочная группа нашего телеканала могла наблюдать всего несколько дней назад во дворе дома номер 44А по проспекту Корытково. Прямо посреди небольшого пятачка между двумя домами котлова нанушительных размеров от стены до стены. Внутри оголённые трубы, лежащие в воде. Третью неделю началось так, что приехала генерация сюда, выкопали, поменяли трубы, покачали воду и уехали. При этом вся влага и пара седал в квартирах жителей. Отсюда сырости плесень на стенах, отваливающиеся обои в комнатах. И плюс запах вот этого... Сырости? Ну и не то, что сырости, грубо говоря, кальнизация эта идёт. То есть ночью у нас ребёнок уже просыпался от того, что после кальнизации пахнет и всё. Представляете, я в пятом этаже живу и туда запах, который чувствуем, дверь не можем открыть. Это один проблема. Другой ещё там есть проблема канализации, которую за окошко открываешь, оттуда тоже запах идёт. А выходя на улицу из своих подъездов, жильцы здешних пятиэтажек сталкивались с новыми трудностями. Корлован располагается так близко к обоим домам, что пройти вдоль разрытия крайне сложно, жаловались местные жители. Особенно пожилым людям. Идёт, что помогают люди. Без ключ я не пройду никак. Это ещё не помогают люди. Чтобы узнать, когда разрытие во дворе дома на проспекте Корытково будет устранено, наш телеканал направил официальные запросы в Тверскую генерацию и Тверьводоканал. Первыми ответили в Тверьводоканале. Там пояснили, что на домах номер 40 и 44 была выявлена негерметичность внутридомовой канализационной системы. Из-за чего здесь регулярно подтапливаются подвальные помещения и, как следствие, соседствующие с домами теплотрасса. При этом нарушений в работе системы наружного водоотведения выявлено не было. Обращаем внимание, что система наружного водоотведения работает в штатном режиме. Отказание услуги по сбросу хозяйственно-фекальных стоков жильца многоквартирного жилого дома номер 40 и номер 44А по проспекту Корытково выполняется в полном объёме. Однако именно неисправность внутридомовой канализации мешает уже Тверской генерации закончить работы на этом участке. Тепловики не хотят зарывать трубы, лежащие в канализационной воде. На прошлой неделе вода была откачана, а специалисты Тверской генерации затампонировали свой канал. Но уже в начале этой недели теплотрассу вновь подтопило. Производство всех остальных работ по изолировке трубопроводов, дальнейшие работы нецелесообразны. На данный момент мы сейчас ждём, когда вода уйдёт с трассы. Управляющая компания, полагаем, это в кратчайшие сроки сделает. То есть, со своей стороны, мы после осушения нашей теплотрассы готовы прибыть туда в течение трёх часов и продолжить работы по изолировке и перекрытию тепловой камеры. Однако очевидно, что пока не будут приведены в порядок внутридомовые сети, окончательно эта проблема не решится. И здесь активные действия должны предпринять сотрудники управляющей компании, которая обслуживает многострадальные дома на проспекте Корытково. К примеру, организовать текущий ремонт внутридомовой канализационной системы. В частности, на этом в своём ответе настаивали и специалисты Твереводоканала. Когда эта работа начнётся, вопрос открытый. Вполне возможно, что местным жителям и Новый год придётся встречать, что называется, в окопах.